Вы знаете, нет, я согласен практически полностью с тем, что было сказано, насколько я понимаю, насколько я знаю, что действительно это была консолидированная позиция, а не только американская и других стран тоже. Но на самом деле и понять ее, и объяснить ее очень легко. Понимаете, на самом деле все, что нужно Западу здесь, это предсказуемость. Ну хотя бы минимальная. Но я понимаю, что не на год вперед и не на два года вперед, но хотя бы минимальная предсказуемость то, что будет. То есть, условно говоря, им люди, которые занимались организацией отставки правительства неудачные, нужно было сделать одну простую вещь. Она не очень простая, конечно, но нужно было сделать. Это показать нашим партнерам, с которыми мы работаем и от которых мы, прямо скажем, во многом зависим, показать ближайшее будущее. Что произойдет в случае, когда уйдет правительство Яценюка? Какое правительство придет вместо него? Новые имена, чтобы все поняли, что мы останемся в зоне стабильности. Говорят, назвали имя Натальи Ересько, а Запад сказал, нет, Наталья Ересько нам не подарит. Нет, ни одно имя премьера, конфигурацию, ни одно имя премьера, желательно весь кабинет министров. То есть, полностью всю команду, которая будет работать. Вот это они должны были понять. Они этого не поняли. Они смотрели за всем этим процессом и не понимали, что будет завтра. И при этом понимая, что действительно ситуация очень сложная, я бы там слово «крах» не произносил, но тем не менее, ситуация в экономике действительно очень тяжелая. И они понимают, что два года это правительство худо-бедно как-то ее удерживало, и ситуация не развалилась окончательно. Чего они боятся, кстати, больше всего. Что просто все развалится. Поэтому всем, кто работал по этому активному процессу агитации за отставку, нужно было отвлечься на какое-то время и объяснить партнерам все это. И тогда бы, если бы они поверили, и вы бы это объяснили нормально, тогда бы действительно этого давления, мнения бы этого не было. И тогда, возможно, бы это реализовалось. Ну, кстати говоря, знаете, между нами это надо было делать в любом случае хотя бы для себя. Понять, что будет завтра. Не просто выборы завтра, а что будет завтра, кто будет завтра, что будет через месяц со страной, кто будет ей руководить. Вот это для себя надо было понять. А у меня такое впечатление, что каждый действительно, ну, все вместе и каждый в отдельности занимался решением одной единственной проблемы. Вот этой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.